Здоровья, москвичи! Иногда идёшь на работу или едешь в метро, и вдруг становится невыносимо жарко. Причём жарко не только снаружи, но ещё и внутри. Врачи говорят, что если периодически такое происходит, возможно, у вас есть проблемы со здоровьем. Например, вам не подходит лекарство, которое вы принимаете, или проблема с щитовидкой. А что ещё страшнее, возможно, у вас рассеянный склероз. Как же понять, почему иногда становится очень жарко? И в каких случаях нужно срочно бежать к врачу? Давайте разбираться вместе с нашим экспертом. Жита Алексей Владимирович, врач-терапевт, эндокринолог-кардиолог, кандидат медицинских наук. Алексей Владимирович, сегодня, значит, на мне 5 одёжек, и все с застёжками, к сожалению. Поэтому хотелось бы закончить эту программу чуть раньше, чем обычно. Чуть быстрее её снять и поговорить про жарко. И узнать у москвичей, знают ли они, почему человеку становится жарко. С каждым правильным ответом москвича я буду снимать один пуховик с себя. Сергей, что вы знаете про жар? Зар возникает, когда температура, наверное, у человека поднимается. В результате болезни какой-то. Это логично. Абсолютно так. Ну, солнечный удар, солнце, вероятно. Вот. Вот эти очевидные причины мы теперь убираем и ищем неочевидные причины, когда у человека может не быть температуры, когда его не нагрело солнцем, но он ощущает жар. От чего он может быть? Может, какие-то препараты медицинские? Абсолютно верно. Действительно, различные медицинские препараты, таблетки, лекарства могут вызывать ощущение жара. Причем эти препараты могут быть из совершенно разных групп. Это могут быть антидепрессанты, это могут быть антибиотики, противовирусные препараты, кроверазжижающие и некоторые другие препараты, которые могут вызывать субъективное ощущение жара. То есть у пациента не поднимается температура, она нормальная абсолютно, но субъективно он чувствует как будто жар. Когда пациент говорит, что начало жара совпадает с началом приема препарата, то, конечно, действительно, мы можем списать это на препарат. В таком случае он обращается к своему врачу, и при необходимости происходит замена препарата. То есть Сергей прав? Абсолютно. Сергей прав? Спасибо большое, вы мой герой. Сегодня хорошего дня вам. Я снимаю первую куртку. Екатерина, мы сегодня разговариваем про жар. У человека нет температуры, его не нагрело солнце, но он чувствует жар, его прям распирает. Бывало у вас такое или нет? Ну, наверное, нет. Чтобы меня прям бросало в жар, такого слова не было. Почему такой жар может возникать? Вообще, я думаю, какие-нибудь гормональные сбои в организме человека. В организме человека обмен веществ регулируется главным образом гормонами щитовидной железы. Рецепторы к ним есть во всем организме, в каждой клетке. И действительно, когда гормонов щитовидной железы очень много, когда она выделяет, выделяет и больше, и больше, и больше, этих гормонов возникает состояние гипертириоза или тиреотоксикоза, избытка гормонов щитовидной железы. И в таком случае обмен веществ ускоряется, повышается, повышается теплопродукция. И действительно, в данном случае возможно даже повышение температуры тела уже вторично. То есть вслед за ощущением жара человек может померить температуру, даже подумать, что он заболел или простудился. А на самом деле это просто избыток, выраженный избыток гормонов щитовидной железы. Да я могу раздеться, Екатерина, спасибо вам огромное. Как вас зовут? Ольга. Ольга, Юлиан, Алексей. Мы сегодня говорим про жар. Не тот очевидный жар, который возникает у человека при температуре или когда его нагреет солнышко, а про какие-то неочевидные причины. Какие-то изменения в женском организме, которые периодически происходят, либо это какие-то нежемесячные процессы. Вы стесняетесь сказать, что это ПМС? Да, все верно, да, ПМС, правильнее назвать синдром предминструального напряжения, так будет правильнее сказать, может вызывать ощущение жара. Температура тела может не повышаться, либо может повышаться незначительно, но при этом ощущение жара будет. Это связано с изменением циклическим гормонального фона. Одни гормоны резко увеличиваются, импульсивно, например, а другие, наоборот, падают. Для женского организма это очень характерно. Для женщин детородного возраста это особенно типично. Ольга, спасибо большое, снимаю еще одну. Правильно? Да, все верно, снимаю. Еще жилетка у меня осталась. Еще одна, значит, причина есть. Ну, может быть, людям с куличной массой тела как-то тяжело переносить. Все абсолютно верно, мы можем зачитать ожирение, но все-таки эта причина очевидна и, как правило, связана с внешними факторами. Но есть более неочевидные причины. В частности, это такое заболевание, как рассеянный склероз. При рассеянном склерозе, хроническом аутоиммунном повреждении организма, а именно нервной системы, происходит повреждение нервных волокон, которые идут от головного мозга и от спинного мозга. Если мы представим данный провод как нервное волокно, то при рассеянном склерозе происходит повреждение нервных волокон, разрушается их оболочка структурная, и они становятся как бы более доступными. В результате... Вот как медные проводочки. Как медные проводочки. И таким образом возникает ощущение жара. Причем ощущение жара может быть в разных частях тела. Оно может локализоваться с какой-либо с одной стороны тела. И что важно, при рассеянном склерозе всегда есть другие симптомы, на которые пациенту нужно обязательно обратить внимание. В частности, это головная боль, проблемы со зрением, проблемы с мочеиспусканием, нарушение координации одной из половин тела. Руки, ноги. Алексей Владимирович, спасибо огромное за эту интересную, познавательную, жаркую беседу. Конечно, обращайтесь. Если вам станет жарко, приходите. С удовольствием. Все, москвичи! Желаю вам, чтобы в вашей жизни был жар только от жар птицы, которая исполнит любые ваши желания. Здоровья, москвичи!